Вы знаете, кого только не встретишь в Дне Славянского базара, здесь, в Витебске, самые любимые, востребованные наши артисты находятся именно в этой точке притяжения, как и наш следующий утренний гость. И поэтому приветствуем победителя первого сезона «Экс-фактор» Беларусь Андрея Панесова. Между прочим, не только победителя, но и хедлайнера гала-концерта «Мастеров искусства» Беларуси. Привет тебе, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Андрей, расскажи, пожалуйста, свои взаимоотношения со Славянским базаром. Ты здесь как зритель в первый раз, ну потому что я знаю, что ты некоторые моменты смотришь из зала. Да, и как зритель, и как участник, ну хедлайнер, да, как вы сказали, тоже в первый раз. Но познакомиться ты с ним пытался и раньше. Да, в 2020 году я попытался пробиться. На конкурс. Да, на конкурс именно международный, но попал только в десятку. Но это тоже для меня хороший шаг. Хороший шаг хотя бы потому, что ты не бросил своих начинаний, продолжил стараться. Конечно. И пришел на «Х-фактор». А мне кажется, отличный, кстати, лайфхак для тех, кто хочет попасть на песенный конкурс. Точнее, даже не просто на песенный конкурс, а вот на эту сцену летнего амфитеатра. Друзья, приходите, пожалуйста, на «Фактор Бай», побеждайте, участвуйте. И вот, пожалуйста, вот явный пример. И как зритель, и как участник. Ну, какие у тебя, кстати, впечатления от 31-го славянского базара? Потому что, знаешь, как-то некоторые такие скептики говорят, что славянский базар уже не тот. Я понимаю, что ты сюда приехал впервые, но тем не менее, ты ведь смотрел телетрансляции. Что скажешь? Ну, все равно, когда это вживую, это как-то, знаете, пробегают мурашки, потому что ты стоишь на этой сцене, особенно утром. А когда я выходил, я выступал сегодня, вчера, получается. Да, вчера. Вчера выступал с письмерами нашими, и я вижу, как они выходят первые, и понимаю, что сейчас я буду с ними петь. Это глобальное событие для меня. Но вообще, не только вот находясь здесь на сцене, а вот в целом, как тебе славянский базар? Атмосфера очень уютная и располагает к себе. Даже, я бы сказал, затягивает. А подходит ли кто-нибудь на улице, узнают ли, фотографируются? Да, да, частенько. Ты со всеми фотографируешься, никому не отказываешься? Конечно, вы что? Как я могу отказать? Если кто-то еще находится здесь, в Витебске, ну, вернее, здесь много людей, не успел сделать этого, не успел сделать фото с Андреем Панисовым, пожалуйста, не проходите мимо, так сказать. Андрей, расскажи, пожалуйста, с какой программы ты собираешься сегодня выступать на концерте мастеров? Будем выступать с ребятами, со всеми. Будем петь свои песни, которые вышли. То есть, авторская песня у каждого своя будет. Да. Которую вы презентовали, в том числе, в нашей программе. Да, да, да. Ну, расскажи, какие у тебя вообще планы на это лето? Потому что, глядя на твой инстаграм, отдыхать ты вообще не планируешь? Нет. Постоянно что-то новое, что ты пишешь? Самое главное, это я собираюсь переехать в Минск. Вот буквально после Словенского базара. Собираюсь переехать в Минск и там начать свою деятельность. Открыть вокальную студию. Студию по написанию песен, по написанию аранжировок. Вот. То есть, все, Лидия, ты говоришь городу, да? До свидания. Ну, как, у меня был сольный концерт в Лидии. Я там, можно сказать, знаменательно попрощался, поблагодарил всех на сольном концерте. И вот приезжаю в Минск. Ну что ж, ждем тебя в столице. Андрей, вот мы уже все знаем, да, я думаю, вся страна тоже в курсе, что прием заявок на участие во втором сезоне талант-шоу «Фактор Бай» уже начался. Ты каким-то образом будешь в этом втором сезоне задействован? Ну, я думаю, что-нибудь придумаем. Так что, если вдруг у кого-нибудь не было еще этой идеи, Андрей готов. Я готов всегда помочь. Я думала, сейчас будет какая-то... Задавая все вопросы, буду только рад помочь, поделиться опытом. Я думала, что будет сейчас какая-то инсайдерская информация. Андрей нам все расскажет. Ну, раз не рассказываешь каких-то подробностей, может быть, пожелаешь тем, кто планирует, хочет, но боится, например, пойти на отбор «Фактор Бай», что для этого нужно? Вот порекомендуй что-то. Ну, самое главное, делай каждый день то, что тебя пугает. И тогда ты можешь добиться успеха. Но вот каждый день надо переступать эту черту. Иначе по-другому никак. И еще самый главный совет. Делай, что должно, и будешь, то будет. Хорошие советы. Я очень надеюсь, что молодые ребята, которые сейчас где-то находятся на пороге своего творчества, тебя услышат и поймут, что нужно действительно действовать. А дальше, ну, все не то чтобы просто, но все действительно сложится таким образом, каким оно должно сложиться. Андрей, спасибо тебе большое. Хорошего тебе базара. Спасибо.